очень удобно ребят подстаканник и мариска булочки свой подстаканник и вот единство что двигаться неудобно конечно ребят вот с этой стороны подстаканник такой классный вот есть а с этой стороны по таку пока подстаканника нету приходится сюда ставить но здесь место на самом деле много но вот это конечно подстаканник он просто выручает шикарно идеальная скалба так до обзора машинку помоем тут уже как выглядела прекрасно хотя она у нас всегда такая более-менее чистая но надо же глава все просто супер это отличительность я так понял особенно это вот у этих американцев направлении что-ли взяли с мойкой днище ребята всем привет это будет такой коротенький обзор подписчик просил на не один по этой машинке рассказать почему именно эта машинка плюсы-минусы какую цену мы взяли эту машинку ну и вообще что из себя представляет lexus стоит ли эту машинку брать начнем с плюсов этой машины во первых соответственно это посадка пирс да сами видите в принципе он здесь большой и если опять же брать по джерика который у нас до этого был или там же тоже гранд витара я думал что на эту машину я сяду и будет как бы ниже и тяжелее ездить бордюрам и тому подобное на самом деле ребята я ошибался посадка здесь как у легковой то есть удобная очень посадка но в то же время машине спокойно можно прыгать по бордюрам по всяким там грубо говоря выбоином и где-то легкий песочек такой скажем ну все равно защита вроде бы сбоку да вот смотрите выглядит она высота снизу все равно есть получается моменты чем она может цеплять у нас так пару раз было бы по колье просто по глине хорошие так прокатились и зацепили защитой не самим кузовом но защитой значит из плюсов конечно это багажник сейчас я вам покажу здесь он автоматический то есть опять же плюсы этой машинки нажимаем здесь такой блок там салфеточка лежит это я выкинул ну и вот так все дело это выглядит багажник гарумный по длине ребят я сейчас прямо приложу это шторочки их можно цеплять грубо говоря там шторочка так все это дело выглядит в принципе здесь это бывший хозяин покупал непосредственно сна резиновый коврик здесь лежит коврик штатный это мы сделаем химчицу небольшую в принципе все дело вот так вот здесь выглядит очень удобно ребят все на кнопочках то есть не паришься здесь точно также кнопочку нажимаешь дальше еще один отсек есть просто на все доставать соответственно нажимаем все это дело складывается очень удобно особенно если у вас есть ученики маленькие школе подъехал нажал открылась нажал закрылась уехал очень удобно до этого ребят не пользовался даже не понимал если честно сейчас без этой штуки будет тяжело если поменять машину по двигателю здесь 35 по лошадям 270 с копейками конкретно здесь вот напишу сейчас с левой стороны увидите наверно все таки я залезу внутрь залезу сяду а кстати вот болезнь это в принципе 350 их заметил всех это получается внутри это не снаружи это внутри вот так вот она облазит хром это у всех я вот посмотрел у всех практически это такая болячка и на форумах точно так же что перейдем внутрь это автомат классический о как здесь тепло и холодно не холодно потому что рассказать люк затемняется зеркало автоматически зеркала здесь есть такая болячка в этих машин сейчас я покажу все загорелось часто люди жалуются на датчики давления в шинах я сделал проще до меня хозяин их убрал вдруг у меня слова я сделал еще проще но он как убрал получается в запаске оставил и у него все время здесь вот горел датчик то есть он моргал он никак не влияет абсолютно не на bs не на esp он просто горел тупо просто узнать и моргал и отвлекал соответственно не очень то и удобно я сделал как когда устанавливать сигнализацию попросил этого парнишка который устанавливал я говорю но я просто много форма почитал и много везде воды там вот как надо провода где-то там короче или что-то разобрать достать и подушка что-то какие-то провода обрезать начата замкнуть и 30 ну это вообще бред ребята на самом деле лезть в электронику я побоялся я попросил говорю давай приборку разберем он разобрал приборку он за пять минут буквально ничего не повредил просто напросто где горит индикатор с той стороны положил ну пипочку такую черненькую которая закрыла в принципе индикатор он сейчас не горит только в одном месте все остальное все работы все штатном режиме как вы видите у меня американец это мили это километр очень удобно в принципе я для себя не почувствовал какой-то дискомфорт быстро привык все удобно ну и соответственно если вы видите да фаренгейт и и соответственно что у нас там мили то есть вы уже приучились 71 вы поставили нам прохладненько поставили чуть побольше то есть нам тепло мы уже привыкли для нас никаких трудностей нету радио здесь тоже волны получается через 2 до кидают да хотелось сказать по акустике акустика здесь очень хороший ребят то есть такие насыщенные басы и меня от вообще ощущение что здесь стоит соф буфер сзади потому что рехает очень классно по состоянии видите да человек не курил машине состояние в принципе близко к идеальному слава он такой как бы спортсмен не курит не пьет слегка выпивает редко-редко вот но за машинкой следил видите да сами кожа идеальная по коже вообще никаких проблем нету сейчас я конечно вам беру цену и вы скажете соответствует цена этой машине или нет что у нас еще рассказать из таких вот год седьмой у нас получается спрашивали по налогу в каждом регионе налог разная у нас выходит около 12000 на эту машину налог в год да но на pajero ходил больше мы считали потому что там объем был двигателя уже 38 больше больше было или меньше мне кажется здесь лошадиных сидел было больше объем да там уж не носил меньше объем больше так ну вот соответственно все здесь автоматически то есть все с памятью ребят включу ставил руль поднялся под тебя также автоматические сиденья то есть память я уже под себя настроил сейчас мы машину загнали на мойке машину помыли я тут же сел нажал машинка под себя уехала я примерно покажу как это все дело выглядит саша заправляет 92 бензин только 92 хозяин бывший заправлял также 92 на pajero мы ездили заправили 92 на сутки грант витара мы ездили заправили 92 да и причем двигателя у нас у всех машин были максимальные как бы то есть 2 и 4 был не там не 2 и 2 и 5 давайте там есть двухлитровый и 2 и 4 в 2 и 4 у нас был на гранд витара и 3 8 у нас был на pajero получается и здесь 35 ну я ребят честно скажу узнал у всех кто сервисники и тому подобное занимается двигателями ремонтом тому подобно машин все говорят заливай 92 никаких 95 заливать не надо в россии нет 95 здесь есть очень удобный его подлокотник не заешь потому что здесь подлокотники у каждого свои очень это удобно кстати нет такой проблемы дележки очень удобно очень удобно смотрите получается здесь прикуриватель но мы не пользуемся потому что не курим но сюда можно что угодно вставить то есть а по сути вот у нас розеточка то есть удобно воткнули я провода между собой смотал все это дело так вот выглядит в маринке для айфона и у меня тайп си и сбитая все соответственно очень удобно телефону сюда положили маринка с этой стране с этой все заряжается одновременно вот такой ключок у нас есть здесь возим конфеты которые высыпаем и он очень удобным вот таким кармашком маринка просто с ней рассыпала у меня вот есть эти достатки мы с мойки вот так вот у меня остатки там есть то есть этому любители покушать конфетки они без всякие химии да значит сзади все это выглядит вот так есть небольшие получаются такие вот помарки но салон серый как видите соответственно химчистку я сейчас расскажу сколько выходит химчистка и в принципе что за химчистка будет на этой машине садимся сзади место ребята вот сажусь за мариной она сидит практически как я даже вот если сравнить она немножко подальше сидит вот я сравню да она сидит подальше чем мое кресло то есть сюда назад и у меня передо мной получается дублин ну 22 кулака войдут сто процентов то есть место полно а еще самое главное ребят вот этот обдув для детей это незаменимая вещь то есть я именно искал машину то есть я хотел машины и почему под жиром убрали там две печки до чтобы у детей были была сзади печка на гранд фитарио это было очень неудобно потому что дети сзади замерзали у них ноги как быть вроде как в тепле да а пока дойдет такое большое получается расстояние тепло ну холодновато я сам сзади садился это видел сзади места ребят очень много а кстати да ребят такой огромный плюс вот видите вот получается сиденье можно двигать зад вперед спокойно здесь лежали у него свои коврики изначально потом он весил резиновые то есть на летом он катался с простыми ковриками которые шли из ворса ну как бы не простые а лексусские стандартные а потом он весил такие вот лексуски мне тоже отдаст на днях надо съездить забрать это все на самом деле вычистится все быстро значит сигнализацию он отдал сигнализация здесь стоит наша пандоровская то есть российская разработка она посмотрели мы стоит в среднем с установка 60 около 60 тысяч до мы посмотрели то есть где-то там 50 есть но в среднем это 60 копейками тысяч что спутникова сигнализация стоит он отдал соответственно и поставили из косяков таких вот мелких вот здесь если вы видите раз постараюсь фокусироваться вот здесь вот вот здесь вот из такой небольшой косячок да это все уберут при химчистке этого даже не будет видно то есть они ворсиком заделывают все это штатно будет а кстати да ребят тут есть прикольный подлокотник это я друга повозил и друг не уже здесь немножко заход слова здесь все это дело выглядит вот так мариса настаивает что я рассказал о расходе этой машине расход у нас получается 15 литров на 100 километров мы посчитали это летом это вот сейчас вот езда то есть если сравнивать с pajero конечно эта машина просто идеально pajero ребят как бы не хотел как бы не врал там бортовой компьютер она машина живет просто как мамонт мы не успевали не успевали заправки на заправку заезжать полный бак да а бак там около 60 литров ребят то есть вот здесь же у нас такой проблемы нету машина кушает 15 литров если на гашетку жать ну где-то литров может 17 не больше ребят то есть расход вот такой вот мы потому что считали бак просто в ноль мы получается скидывали ну как ездили до максимально то есть что все уже там резерв горел мы с этим на резерве этом еще там километров 30 откатались и уже стрелка просто лежала мы приехали заправились до полного бака и сравнили получается сколько у нас расход получилось у меня 15 литров ну здесь люк в принципе идеально все классно я вообще вот по лексусу маринка даже сказала да я сам был удивлен насколько это машина мягкая да да самое главное для меня ребята марина все правильно сказала сами для меня вот именно я не знаю как для других это поясничный упор здесь а в лексусе во первых все авто доводчики стоят на всех окнах до всех стеклах получается не окна здесь не фокс это раз во вторых получается здесь очень удобно что на каждом сиденье что на этом что на этом есть поясничный упор ребята это просто для меня спасение почему потому что кто нас давно смотрит знает что у меня был перелом трех позвонков и соответственно компрессионный для меня очень тяжело то есть пусть я занимаюсь а спортом но для меня тяжело если сиденье скажем так вот ковшеобразная да вот на наши там машина более дешевый suzuki гранд витара из-за чего в основном и продали то есть это из-за сиденья у меня очень болела спина то есть я мог просто напросто прийти домой в лёжку влечь потому что ну покатаясь там часа три-четыре на ней то есть и соответственно машины как бы такие как гранд витара и pajero с этим машинами не сравнишь они очень жесткие ну да решет покажи что регулируется получается даже цвет да и у саша и у меня да то есть соответственно это для девушек это просто спасение ребят такая фишка соответственно есть подочечник сейчас нажимать да мы там ничего не держим я никогда очки нет плане складывать очки у меня лежат в бардачке давай покажем что у нас бардачке бардачок ребята огромный действительно в принципе все влазит даже больше и самое главное что вот опять же lexus да опять же ребята внимание внутри все в ворс все мягонько все прекрасно тут нет такого что как бы поголимый пластик от маринша нажимаем торпеду она очень мягкая то есть она мягкая очень удобные у детей не отделываются у нас с тобой впереди вот эти вот кармашки мы решили покажи да очень удобно они увеличиваются открываешь когда надо что-то взять или положить и закрываешь все очень удобно значит диски диски мы здесь не слушаем от старого хозяина здесь от славы остался диск стоять до шести дисков лазит но мы сейчас закажем зеркало зеркало будет в штатное точно такое же но в нем уже будет стоять полноценный android получается хорошая камера на грубо говоря фронт и тыл все будет записываться в режиме онлайн и соответственно там будет стоять радио как и называется забыл грубо говоря приблуда которая будет раздавать радио на эту магнитолу и соответственно в зеркало будет вставляться флешка через которую в принципе закачивай сколько хочешь музыки и слушай все будет идеально радио транс короче трансмиттеры как он называется в общем типа такого очень удобно что и здесь есть подогрев регулируемый сиденье бариша покажи она уже разобралась уже этой функции удобно пользуются а ничего страшного она показала примерно как отработать там просто либо это загорается лампочка обозначает что у тебя включен включена подогрев сидений ну вот висит сигнализация отдельно будет видео по этой сигнализации ребят никогда не покупайте это говно значит руль руль под дерево я так и не понял пластик от или дерево но ребята которые будут делать химчистку сказали что это не шпаклюется именно руль выправить можно только с помощью полировки поэтому я думаю что скорее всего это все-таки дерево темная руль сами видите не изношены руль в идеальном состоянии человек который ездил на этой машине слава до этого на американец он брал именно этого американца что существует такая легенда вроде что покрас для американцев идет лучше но я взяли с каким пробегом пробег если на наше перевести цифры 200 тысяч там 200 тысяч получается грубо говоря со всеми этими вот но это в милях опять ребята считали на километры я перевел почему-то 200 марина перевела 180 твердь и больше марине потому что все-таки она больше я в цифрах как бы профан что еще по этой машине рассказать давайте сравним эту машину с каким-нибудь новым нашим автопромом ты ездила на вести ну веста где-то также стоят 750 вот если бы у тебя было вот сумма ребята эта машина 750 тысяч вот я задам сейчас маринке просто вопрос не как автолюбителю а ну как пассажиру да если бы тебе дали 750 тысяч ты бы какую машину выбрала вот эту или весту новую вот честно но еще что и все только вот получается так вот ты меня спрашиваешь как пассажира нет ну вот выбрала бы какую-то машину третий дают 750 тысяч а сейчас прихожу даете на марина 750 тысяч как бы какую машину ты возьмешь вот эту или весту хорошо вот проверенный человек есть и новый автосалон вот опять я говорю вот есть автосалон вот который там находится кстати у нас какомская долине у тебя есть 750 тысяч лада веста и знакомый а ты 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 сама так как вот поездив на этой машине да это вот у тебя тоже были сомнения давай признаемся честно какую машину требует вложений тут перебрана вся подвеска нет так ты 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 как ну так то да ребят в общем если бы у нас был выбор сейчас взять другую машину мы бы ее не взяли объясню марины было условия то есть марина вообще машины менять это знаете просто тяжело потому что это очень экономный человек соответственно маринка это такой человек который дороже там определенной суммы не даст тебе что-нибудь купить то есть как сказать ну все наверно жены такие вот когда мы покупали квартиру у нас условия у меня было условие там грубо говоря не 10 этаж у тебя не 1 и мы сошлись также по машине нами скала берешь машину не дороже миллиона потому что есть определенные как бы там такие финансы у нас получается вопросы которые надо решить а потом уже соответственно брать какую-либо там машину если честно ребята на сену дороже миллиона не возьмет вот посмотрите на не возьмет почему потому что ну ну вот такой экономный человек значит стекло вернемся к стекло значит по стекло у нас выходит сколько стекло мы посчитали с подогревом тут стекло с подогревом идет 7000 с установкой да получается это через организацию которую оригинал под оригинал получается там есть китай а есть корея вот нам как раз корею под оригинал но что-то они больно долго везут да и не кажется мы поговорим я думаю что про них еще расскажем потому что что-то больно долго ждем стекло дальше значит все стекла посмотрели стекла оригинальные по подвеске подвеска в идеальном состоянии марина правильно сказала почему потому что слава в эту машину вкладывал много денег так скажем все ставил оригинальное если брать с рук такую машину не у знакомых соответственно досмотреть и соответственно здесь также нету пневма это очень радует с пневма есть небольшие проблемы но кто смотрит обзоры по этим машинами кто хочет себя выбирать он их все знает не такие уж прям страшные но есть соответственно мне бы пневма и машина на пневма не нужна была здесь же этой проблемы нет здесь все на пружинах все красиво классический скажем так что еще про эту машину рассказать ну вообще кто смотрит такие обзоры он скорее все эту машину рассматривают и либо же держит по двигателям знаете проблем нету здесь проблема была с с трубкой все здесь слава поменял в принципе как бы с двигателем проблемы все отпали что еще рассказать по этой машине вот чтобы ты хотела узнать если хотела купить такую машину расход мы уже рассказали в принципе чтобы не был скучный этот обзор скажу честно я покупкой очень доволен маринка довольна и если сейчас опять же повернуть время спять и спросить какую машину купили мы наверное эту же машину бы и купили поэтому если машина такую найти из подного хозяина из подной жопы в хорошем состоянии ребята эта машина будет просто идеально в принципе вложение эта машина как таковая много не требует по запчастям кто боится lexus покупать из-за здоровых запчастей он ошибается на самом деле запчасти здесь очень дешевые сравнение chevrolet это просто машина идеально ну к примеру приду у меня был такой случай когда мне надо было привод на chevrolet у меня захрустел мне по закупу его за 16000 давали на эту машину стоил оригинальный 6000 как бы да разница такая как бы значительная да то есть ну и в целом по обслуживанию то машина недорогая значит здесь из коциков еще есть коцик где-то вот этот коцик где-то чем-то он помял вот этот коцик где-то что-то он там сделал от люка получается болезнь всех этих японцев вот есть такая полоска но ее уберут тоже также еще из коциков на моем сиденье обнаружилась небольшая потертость вот это вот то есть это не дыра это потертость ее тоже уберут и получается вот мариша пальчиком покажет вот эта дырочка да и получается вот там дырочка то есть это в принципе как бы не так уж и страшно но посчитаем вот это в стекло вот эти дырочки у нас вышло получается все вместе если убрать а здесь сиденья перешьют не получается полностью вот эту кожу так выходит 10 500 за химчистку и перешивку и устранение вот этих всех мелочей и химчистку полную да и стекло 7000 17000 да значит по кузову давайте я сейчас выйду вам покажу по кузову там проблем нет абсолютно железо все идеально когда подняли на подъемник ребята я удивился ну что машинка внизу блестит соответственно это не наш отечественный автопром где какие-то там проблемы бывают железом здесь таких проблем нету сейчас значит смотрим да ребят все видите никаких ржавчин ничего нет я специально помыл машину с днищем то есть сейчас на мойке были именно с днищем машину мыли значит это проблема у всех японцев сколько бы их не держал они постоянно ржавеют если вы даже и отполируйте и покрасить и ничего там там месяц-два может быть максимум и все равно все пойдет это вот именно я имею ввиду по этой проблеме шаршава все остальное ребят полностью идеале заводская обработка лучше некуда значит по дтп у этой машины было при мне одно дтп то есть я был свидетелем визжали машине вот сюда получается его царапали шпаклевки как видите нету они максимально и выправили покрасили от заводской окрас здесь единственно вот выскочил защелка и поставят на место это не проблема в основном машина ребят идеальная то есть если вы берете машину для семьи для себя лучше варианта нет также у этих машин болезнь сразу кто смотрит машину именно для себя либо же ездит они знают на морде это у этих машин болезнь мне будут перекрашивать то есть именно скажем так переходом и пленку наклеить не так как вот у славы было наклеено видите как бы ну ему наклеил до этого парень который красил соответственно пленку я наклею на всю морду на эти места чтобы не отбивала в остальном ребята я вечером сейчас покажу как работают адаптивные фары тут адаптивный фар автоматически стоят соответственно со светом нет проблем но я один раз включил в автоматический режим так и езжу также у меня автоматическим режиме щетки стоят в принципе все идеально вообще конечно изначально хотел чтобы маришка не засняла как обзорщика ну конечно я не обзорчик но как обзорщика именно снаружи это чтобы я походил рассказала машине но вы знаете ленивую жопу достать из машины это просто нереально про нее говорят она это понимает камень в его город но в целом ребят не не расхваливая машину машина очень хорошая вот блин вот если вы собираетесь думаете брать или нет конечно берите но оговорочка да такая берите только у проверенных людей либо же прям везите и в начало в кузовной центр смотрите не только прибором потому что прибор можно обмануть как вот мне друг сказал а именно хороший как бы кузовщик который посмотрите скажет да действительно здесь есть как где-то там по красному подобному и почему это было это раз во вторых любому хорошему механику сразу везем машину смотрим все подвеска двигатель слушает смотрит там ближе там все проверяет и только после этого когда вы убедились вы уже начинаете машину проверять чтобы вас не было такого как у нас митсубиши проверяйте по базам должников то есть машина на машине не должно быть долгов никаких машины не должна быть где-то в кредите там подобно то есть что машина была чистая чтобы на машине не было получается обременение если такие варианты все прокатывает вы смотрите что машина все по всем как говорится критериям чистенькая прекрасно берите никогда не пожалеете машину хватит лет на десять кататься ну я вам говорю вот ребята просто сравнить машины на вариаторе часто многие там скажут да я за такие деньги возьму там nissan qashqai я возьму там x-trail я еще какой-то 8 до хрен в нос ребята вы просто не знаете что такое вариатор вы не сталкивались тут у меня друг столкнулся он приехал на 80 сколько ремонт не ушел 82 тысячи у него вышел вариатор ремонт причем и гарантии никто не дает ему сказать но 10 тысяч максимум как год гарантии мы даем то есть что будет с коробкой через 10 тысяч непонятно новая коробка стоит 240 тысяч для вот именно закупа то есть в магазине если вы пойдете так покупать вы купите 270 280 тысяч а то и 300 как бы разница такая да поэтому классический автомат и не паримся либо же механика по железу сказал машина в принципе не гниет по двигателю сказал машина принципе не ломается по ходовой и подвески машина идеально это же лексус ребята здесь не может ничего другого быть здесь в принципе все усиленно отработанное стоит хорошее я такой пример приведу у меня у друга был 470 лексус у лёшки ребят лексус был там были начала 2000 годов но он такого понавидал другая машина бы умерла бы давно уже этот ездил ездил и в итоге они его продали а сейчас в городе ездит ездить я увижу вот и все это лексус ребят вот ну и соответственно как бы само название лексус кто не видел эту машину но слышит что у тебя лексус они говорят ну нихера себе то есть он как бы лексус это как бы лексус но в целом машина не для понтов а машина для семьи мы это убрали машину первое а сидение для меня то есть это очень удобная машина в ней я просто не устаю спина отдыхает 2 чтобы был назад именно для детей воздуховод чтобы было тепло 3 это сзади ребята место здесь спокойно влазит два кресла детских и ребенок suzuki гранд витара такой ребята беды как бы не было это вообще suzuki гранд витара маринка решила поменять разрешила поменять только так вот скажем она бы хрен было только по двум причинам первое это моя спина второе то что мы сейчас ждем ляльку и нам нужна машина больше размером я думаю что мы ответили на комментарии именно подписчиков на просьбе то что надо рассказать нужно в принципе игру ребят но нет по этой машине таких проблем и вы даже если посмотрите там другие видео где рассказать про эти машины либо же почитаете на форумах есть детские болячки такие как он 8 закисание заднего горника который устраняется в течение пяти минут какие тут еще есть болячки но вот такие как с давлением в шинах датчиком то есть но я вам уже рассказал как это все делается в принципе это не проблема какие еще здесь есть проблемы да в принципе ребят больше нет идеально машина берите до ездите это toyota это не volkswagen это не nissan это реально машина которая сделана вот еще по старым принципам она должна работать все остальные что на цене практически не теряет да то есть вы можете эту машину купить за 750 и продать ее в принципе следующий год 400 до 700 или 750 ценовая политика этих машин мы купили дешевле чем был ее рынок да кстати ребят мы купили дешевле потому что слава как то ну вот отдал и отдал я кому он начал конечно не хотела давайте сейчас на сонна смотрит тоже он не хотел давать на следующий день говорит ну ты блять сами даешь итоге он отдал рынок мы посмотрели по этой машине ребят если в хорошем состоянии за нее просят практически миллион в хорошем состоянии из там из-под одной жопы миллион смело за эту машину как бы а то и миллион сто если ушатанная убитая как бы вообще в холомину 700 750 700 и даже не находил 720 что ли там находил торг но там просто на машине как бы живого места нету и соответственно даже они не скрывают пишут что машина вся колоченная эту машину взяли дешевле рынка скажу так именно по состоянию по ее состоянию и то что ездил один человек именно который и берет машины хорошем состоянии ребят все кто садится эту машину они удивляются что машина так сохранилась и снаружи и внутри машины идеально все чтобы не затягивать этот обзор покупайте всем пока а а а